Показания. Рентгенографию костей таза в травматологии назначают при подозрении на остеомелит и переломы костей таза. Кроме того, данную диагностическую процедуру проводят всем больным с тяжелой сочетанной травмой. В гинекологии методика позволяет выявлять узкие таз у женщин, планирующих беременность. В других сферах медицины исследования выполняют при воспалительных процессах, доброкачественных и злокачественных опухолях, пороках. Развитие иных заболеваниях и состояниях, которые могут сопровождаться поражением тазовых костей. Методика проведения исследования начинает с большого обзорного снимка, на котором просматриваются все кости таза, все сочленения костей таза между собой. И с соседними костными образованиями. На обзорной рентгенограмме таза видны две подвздошные, три седалищные и две лобковые кости, ломные и крестцово-подвздошные сочленения. Крестец-копчик, тазобедренные суставы и верхние части бедренных костей. Обзорная рентгенография позволяет максимально надежно выявить все повреждения костей сочленений таза. Существуют также различные виды прицельных снимков таза, которые могут применяться для уточнения изменений, обнаруженных на обзорной рентгенограмме. Рентгенография таза по экстренным показаниям проводится без подготовки. Если снимки таза выполняют в плановом порядке, перед исследованием пациенту рекомендуют очистить кишечник, чтобы пузыри газа не ухудшали. Чтение снимков не затрудняли постановку диагноза. При проведении исследования больной лежит на спине с выпрямленными ногами. Стопы несколько развернуты кнаружи при таком положении лучше просматриваются подвздошной кости. После обзорного снимка таза в травматологии нередко выполняют дополнительные прицельные рентгенограммы какого-либо дела, например, лонного сочленения, крыла подвздошной кости и так далее.